Дневной разворот Так что готовьтесь, вопросы уже готовы. Я думаю, что ответ тоже можно заготовить заранее. Наш телефон, напоминаю, номер 211-101. Ну и наша первая тема. Внимание, внимание в первую очередь водители, автомобилисты. Этот эфир специально для вас. Мы будем сегодня говорить, во-первых, о новом административном регламенте ГИБДД. С сегодняшнего дня он вступает в силу. И, во-вторых, совсем недавно, почти неделю назад, изменились правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Вот это наши основные темы, и мы представляем наших гостей. Это Мария Владимировна Шиляева, заместитель начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Майор полиции. Мария Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Не размялся еще, Николай. Между прочим, у нас обычно мужская пятница по пятницам. Сегодня такая мужская жесткая погода, поэтому просто реально не размялся. Екатерина Гвоздева, заместитель начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области. Подполковник полиции Екатерина Владимировна, доброе утро. Здравствуйте. В одной и той же должности, но в разных званиях. Да? Да, совершенно верно. Простите, но все-таки я хотел бы сосредоточиться для начала, перед тем, как мы перейдем к нашим обозначенным основным темам, обозначить два сначала все-таки пункта. Во-первых, мы хотим принести соболезнования родным и коллегам погибшего инспектора ДПС в прошлые выходные, такой из ряда вон выходящий случай, и многие не понимают, как такое вообще может произойти. Приносим свои соболезнования. И во-вторых, все-таки еще один момент, с него хотим начать. Мы сейчас дадим рекомендацию водителям готовиться к зиме, потому что зима наступит вот-вот. Она уже наступила, снежок уже посыпался. Да, то есть мы всегда говорим при смене сезонов о том, что водители должны думать о своей безопасности. В первую очередь, самое первое, что могут сделать водители, это поменять резину на колесах транспортных средств. С летней на зимнюю обязательно это сейчас уже нужно сделать. И второе, на что следует обратить внимание, это на стиль управления транспортным средством. То есть мы переходим от летнего стиля управления к зимнему. Он должен быть более аккуратным, более внимательным. И сейчас пока еще не выпал снег. Ситуация на дороге очень сложная, потому что видимости практически нет. Если выезжаете на загородные трассы, они не освещены у нас. Мы видим только свет фар, поэтому особенно на трассах мы должны быть внимательны и осторожны. В городе особое внимание пешеходам. К сожалению, несмотря на все наши призывы, пешеходы так и не носят световозвращающие элементы. И как я уже сказала, пока нет снега, пока вот такие темные ночи и темные вечера стоят, пешеходов у нас практически не видно на проезжей части. Даже если они переходят по пешеходному переходу, для водителей они чаще всего в темных одеждах становятся просто невидимками. Поэтому и пешеходов мы тоже очень просим быть внимательными. Пожелание огромное прямо носить световозвращающие элементы или одеваться в более яркую одежду. Ну а водителям помнить, что в любом случае перед пешеходным переходом они должны снизить скорость вплоть до самой остановки, если в чем-то они не уверены. Ну тут следует напомнить, что в населенных пунктах, конечно, пешеход не обязан носить в темное время суток световозвращения. Но мы рекомендуем. Но вы рекомендуете, конечно, и когда ты понимаешь глубоко эту рекомендацию, понятно, что это для сохранения жизни и здоровья. То есть в первую очередь это для пешехода важно. И еще раз, водители, пожалуйста, переобудьте резину. Даже если вы притормаживаете у пешеходного перехода, иногда вы просто можете не рассчитать свою скорость, не рассчитать инерцию автомобиля. И только в этом случае вас может спасти именно зимняя резина или шипованная резина. В последние дни уже были, да, ведь прецеденты? Да, уже где-то на этой неделе. Из-за холодной погоды? Да, в утренние часы у нас на проезжей части образуется наледь. Особенную беспокойность вызывают у нас эстакады, мосты, путепроводы и так далее, где они промерзают в утренние часы. И если у вас на колесах стоит летняя резина, вы просто не справитесь с управлением. Так и было у нас как раз неделю назад, когда практически в одно и то же время на новом мосту у нас произошло 4 автомобильные аварии. Без пострадавших сталкивались по 2-3 машины практически на одном участке, на расстоянии примерно 300-500 метров. Ну и естественно, что на колесах у всех автомобилей была летняя резина. К сожалению, новый мост, он печален ежегодно в этом отношении, как раз вот в этот переходный период с лета на зиму. Хорошо, ну и конечно же нужно напомнить о том, что одновременно с переобувкой, с апреля у нас действует норма этого года. Напомните, пожалуйста. Нужно обязательно иметь знак шипы. То есть в этом случае, если у вас ошипованная резина и отсутствует знак шипы на автомобиле, водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье 12.5 Административного кодекса Российской Федерации. Это или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей. В апреле месяце мы водителей практически не наказывали, мы все предупреждали и вели большую агитационную работу с вашей помощью в том числе. Сейчас уже инспекторы будут, естественно, наказывать. А так пристально-пристально будут следить за наличием? Конечно, не пристально, будут рекомендовать вначале. Но в любом случае, самое первое правило, это переобуться. Это важно для каждого. И, естественно, знаки. Знаки у нас не только шипы. Помните о том, что у нас должны быть таблички начинающий водитель, глухой водитель и так далее. Все то, что предусмотрено правилами дорожного движения. Ну, тема, видимо, на самом деле горячая, потому что у нас еще мы не успели даже разговориться, уже раздался в студию телефон. Давайте примем, пожалуйста, наушники, гости. 211-101, слушаем вас. Алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Надежда. Слушаем, у вас вопрос. Я хочу сказать, что на Зеленстрое, там перекресток, на улице Украинской и Липовской, нужно обязательно сделать пешеходные переходы. Там невозможно людям ходить. Особенно школьники ходят в школу в 39-ю. Как они, бедные, переходят? Уже мы жаловались, администрация про это знает, но мир не принимает, чтобы там сделать пешеходы. Хорошо, спасибо. Спасибо, поняли. Спасибо. Зафиксировали, записали. Да, мы все записали, обязательно посмотрим, выйдем на место, переговорим и в администрацию направим тоже информацию. Итак, административный регламент ГИБДД, который вступает в силу сегодняшнего дня, вернее, он уже вступил в силу. Документ носит такое очень обширное название «Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению Федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». На одном дыхании не произнесешь название этого документа. Я думаю, сам-то по себе документ довольно-таки большой. Да, 9-10 октября стало известно, что вот именно сегодня он вступает в силу, и во многих СМИ, и в федеральных СМИ появились такие статьи с заголовками-страшилками, что инспекторов ГИБДД нельзя будет снимать на видео. Инспекторы ГИБДД получат возможность там прятаться в кустах, что называется. В общем, руки будут абсолютно развязаны, а водители опять останутся бесправными. Так, давайте по порядку. Но документ, конечно, очень значительный. Я посмотрел порядка 140 страниц. Да, документ очень большой и требует достаточно подробного изучения. Конечно, насчет этих всех страшилок, естественно, это нет. Это просто какое-то, не знаю, может быть, нагнетание обстановки и так далее. То есть все действия инспекторов будут в рамках закона. Все действия инспекторов. Больших изменений там есть, но есть ряд существенных изменений, которые тоже должны знать водители. Сейчас о них подробнее расскажет Екатерина Владимировна. Да, но тут надо пояснить, для тех, кто не понимает, административный регламент ГИБДД, это один из основных документов для работы сотрудников. Естественно, есть закон о полиции, есть другие еще приказы ведомственные и так далее. Я так понимаю, что в соответствии с регламентом инспекторы действуют. То есть как они должны себя вести, что они могут делать, как они должны себя вести, что им нельзя делать. Средственно, как они должны осуществлять надзор за соблюдением ПДД. Еще раз напоминаю, что документ этот не закрытый. Вы его, уважаемые слушатели, те, кто интересуется, можете посмотреть, скачать. Он доступен в интернете. Прочитать, возить с собой, если хотите. Вступать в спор с сотрудниками ГИБДД. Если что показывает, здесь вот другое написано. Итак, давайте начнем с основных изменений. Согласно данного регламента, действительно, произошли изменения. Но тоже хочу сказать, что не существенная деятельность меняет. Но не так, не кардинально. Во-первых, был скорректирован перечень и наименование административных процедур. Одна из процедур – это остановка транспортного средства. Соответственно, были актуализированы нормы, которые касаются порядка остановки транспортного средства. Основанием для предъявления сотрудникам требования об остановке транспортного средства перечислено. У нас 14 оснований. Ну и, наверное, вызывает спор, или появилась эта новая проверка документов на право пользования и управления транспортным средством. То есть теперь для остановки транспортного средства основанием является просто проверка документов на право управления. Это, соответственно, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документы на перевозимый груз. В любом месте. Не только на стационарном посту ДПС, что было зафиксировано в прошлом регламенте. Насколько я помню, старые советские времена, это вообще-то практиковалось и раньше. Просто машину остановили, проверяли документы, брали под козырек, говорили доброго пути и ехали дальше. Это раньше было, буквально несколько дней назад, когда вводился новый регламент. В 2009 год. В 2009 год. В 185-й приказе, да. Она была убрана, эта процедура, как правильно назвать? Административная процедура. Административная процедура. Сейчас ее снова вводят. То есть ничего такого особенного в этом нет? И никто не будет, допустим, специально, вот, да, я тебе 8 раз остановлю и буду регулярно останавливать. Ничего такого нет. Если у вас документы в порядке, если вы соблюдаете правила дорожного движения, если у вас все в норме, то водителю это ничем не грасит. Инспектор проверит документы, пожелает вам счастливого пути, и вы сможете продолжить движение. Еще раз, проверка документов, это вот основание для остановки. Одно из оснований, да. Но при этом водитель, ну, не знаю, у него там должны, могут быть не включены дневные ходовые огни, он может быть не пристегнут. Конечно, конечно. То есть нужно какое-то нарушение-то еще видимое при этом или нет? Нет, нет, не нужно. Есть такое основание, проверка документов, все. Дело в том, что если нарушения, это, по-моему, это и так, и так имели право, основная листья человек нарушает. Да, сейчас просто могут, если у тебя нет видимых нарушений, а если явно нарушаешь, то тем более останавливает. Тем более, да. То есть визуальное обнаружение признаков права нарушения, это тоже основание для остановки. Соответственно, когда водитель передает документы при передаче документов. Продолжение этой темы, то есть тоже появилось новшество, что для проверки документов, вернее, документы, которые передаются для проверки, они должны быть без обложек и удерживающих устройств. То есть раньше у нас водители предъявляли в обложках, либо на цепочках, да, и своих рук не передавали документы, то теперь четко определена обязанность водителей передавать документы без обложек и удерживающих устройств. То есть прямо в руки, в руки обязательно, да? А насколько распространена, кстати, эта ситуация у нас для города, для области была? Я видел, многочисленные ролики есть в интернете, но они касаются других регионов российских, когда, ну вот, вступают в спор водители, я вам не буду отдавать, вот, пожалуйста, они на цепочке, на веревочке там. Нет, у нас так часто такой ситуации не было, не особо часто, нет, конечно, были водители, всякие водители встречаются у нас на дороге, но так, чтобы это повсеместно было, такого нет. Ну и ответственность, собственно, за неуполнение, за непередачу в чистом виде. Предусмотрена у нас есть статья 19.3, это невыполнение законного требования сотрудника полиции вплоть до административного ареста до 15 суток. За штраф, либо арест до 15 суток. Примем звонок, да, еще так продолжим, зафиксируем, что мы остановились на этом месте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Казаков Роман Николаевич. Роман Николаевич, у вас вопрос? У меня вопрос к вашим гостям. Вот, в связи на фоне всех их нововведений и прочее, прочее, у меня вопрос такой, повышается ли качество и квалификация сотрудников ГИБДД. Потому что очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, меня останавливают, предъявляют претензии, что я что-то нарушил. На вопрос, а что такое состав правонарушения, начинают, грубо говоря, скирать, что вы нарушили, а доказательств никаких. Детелей нет, регистратора на патрульной машине нет. В общем-то, приходится, говорят, ну извините, потому что поезжайте, он толком не извиняться, ничего. По идее, нарушая, как правило, инспектор, потому что он меня бездоказательно останавливает, даже если я нарушил, об этом знает только я, он-то об этом знать не может. Он-то противная сторона в споре получается. Выходит, он не из дальнейшей квалификации сотрудник. То есть речь идет о том, что готовы ли сотрудники, хватит ли у них квалификации, чтобы грамотно выполнять требования нового регламента? Роман Николаевич, спасибо. Безусловно, хватит, это однозначно, потому что новый регламент, который вступает в нас в действие, он изучается всем личным составом госавтоинспекции. Естественно, что принимаются зачеты в этом случае. Но здесь ситуация, так скажем, больше обиженного водителя. Не исключено, что и конфликты встречаются у нас на дороге, разбирать приходится эти конфликты. Вот вторая часть вопроса, которая прозвучала, то есть остановил инспектор водителя и нет нарушения. Мы только что уже сказали, что сейчас основание для остановки у нас будет, это проверка документов. То есть если есть видимое нарушение, естественно, инспектор останавливает и составляет какой-то административный материал под нарушением. Если нет никаких нарушений, он проверил документы и, соответственно, водитель может продолжить дальше движение. А насчет квалификации, еще раз хочу сказать, что все инспекторы у нас проходят курсы повышения квалификации, регулярные учебы у них проходят. Но, естественно, все мы люди, не бывает ошибаются, признаем ошибки. Если вы не согласны с действием сотрудников, вы всегда их можете обжаловать, написать заявление или на сайт госавтоинспекции, или в личном порядке принести. Даже если вы нарушили и считаете, что инспектор не прав. Нам пора сделать небольшую паузу, мы очень скоро продолжим. 211-101, напоминаю номер нашего телефона. Мы продолжаем наш разговор. Новый административный регламент ГИБДД и новые правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Если успеем, конечно, до них дойдем. У нас в гостях Мария Шилеева и Екатерина Гвоздева. Это заместители начальника отдела управления ГИБДД по Кировской области, майор полиции, подполковник полиции. Еще раз напомню, что мы начали обсуждать как раз новый регламент. И упомянули о том, что сейчас сотрудник ДПС может в любом месте с целью проверки документов остановить водителя. Идем дальше. Екатерина Владимировна. По новому регламенту. Хотелось бы отметить, что прописана процедура оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников полиции. То есть четко теперь в регламенте это определено. Соответственно, прописаны действия дежурной части. При получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии дежурный сразу предлагает оформить дорожно-транспортное происшествие самостоятельно, без вызова, не без вызова, а без выезда сотрудников ДПС. Но опять же, это возможно только в определенном случае, когда в дорожно-транспортном происшествии у нас участвуют два транспортных средства, не более двух транспортных средств. Когда гражданская ответственность по ОСАГО застрахована и полис является действующим на момент ДТП. Когда у нас причинен ущерб только транспортным средствам, то есть когда не пострадали люди. И когда нет у нас разногласий по механизму дорожно-транспортного происшествия. То есть оба участника, они согласны, что один виновен, второй не виновен. Когда очевидное ДТП, понятно, что ты в меня въехал, тут вопросов просто нет, да? То есть в этом случае дежурный по телефону предлагает оформиться без сотрудников полиции. То есть сначала он выясняет все эти обстоятельства? Да, конкретно задает вопрос, сколько участников согласны, не согласны, есть ли полисы ОСАГО. И после этого предлагает оформиться без сотрудников полиции. И рекомендует заполнить в двух экземплярах, выданный страховщиками, бланк извещения ДТП. Бланк извещения ДТП выдается всем водителям при заключении договора ОСАГО. То есть эти бланки у них есть, да? Да, у автомобилистов есть. Должны быть они. Соответственно, необходимо их заполнить и уже в дальнейшем обращаться в страховую компанию. Ну, а тут можно, конечно, ответвляться, конечно. А если нет полиса действующего, сотрудник должен будет выехать. И, соответственно, автомобилист еще и будет наказан за то, что у него нет действующего ОСАГО. В данном случае предлагается оформить схему самостоятельно. Зафиксировав фото, видео, запись и прибыть на ближайший пост ДПС, либо ближайший отдел полиции для оформления дружно-транспортного происшествия. Немножко отвлекусь, насколько активно сейчас кировские водители используют этот европротокол, так называемый, самостоятельно оформляют. Российская статистика говорит о том, что далеко не массово это все. Тем не менее, этот процент с каждым годом увеличивается. Процент растет, но, к сожалению, еще до сих пор не все этим пользуются. Хотя это намного, конечно, удобнее и быстрее. Это быстрее для всех остальных, потому что такой задержки на дороге. И затора нет на дороге. То есть сразу же участники ДТП разъезжаются, оформляют все и делают. И времени уходит меньше у самих участников ДТП. Но у нас еще появилось одно новшество именно в регламенте по оформлению ДТП. В случае возникновения каких-то обстоятельств, которые препятствуют незамедлительно оформить дорожно-транспортное происшествие, это может быть осложнение обстановки, это выезд сотрудников на какие-то другие ДТП, где пострадали люди. В данном случае по указанию дежурного или руководителя подразделения ДПС может быть принято решение об оформлении ДТП в течение 24 часов. С момента совершения ДТП. То есть в данном случае они могут уехать просто, да? Да. То есть если совершено другое дорожно-транспортное происшествие, более тяжелое, так скажем, с пострадавшими, и наряду необходимо выехать туда, то сейчас в регламенте четко определено 24 часа сотрудники госавтоинспекции имеют право оформлять ДТП. Или осложнилась ситуация, не знаю, там, грабеж, преступление какое-то, которое требует срочного выезда, то тогда инспектор выезжает на другое происшествие, и, еще раз повторюсь, ДТП оформляется в течение 24 часов. Звонок принял? Звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей Мизович. Да, слушаем вас. У меня вопрос по поводу того, что инспектор останавливается в любом месте. То есть как я могу убедиться в том, что это неприступник? Что это никто? Неприступник. Как я могу убедиться в том, что это неприступник? Неприступник. Как в народе говорят, ряженый какой-нибудь, да? Ну да. Хорошо, поняли вас? Поняли. Ну, теперь давайте напомним нашим водителям, как выглядит инспектор, и как он может убедиться в том, что это настоящий инспектор, а не поддельный, не фальшивый. Во-первых, это форменное амбундирование. Во-вторых, у инспектора должен быть нагрудный знак с номером. Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете позвонить по 02 и узнать, есть ли вообще такой нагрудный знак, и какой сотрудник имеет такой нагрудный знак. Ну и в-третьих, это служебное удостоверение, которое сотрудник ДПС обязан вам предъявить по вашему требованию. Кроме того, я думаю, что у нас, если вы имеете в виду трассу, где темную трассу в темное время суток, или безлюдную трассу в светлое время суток, инспектор, естественно, передвигается на патрульном автомобиле, у которого есть госрекзнак, также точно вы можете позвонить в дежурную часть и уточнить по госрекзнаку, есть ли такой патрульный автомобиль. — Итак, вы, водители, еще раз напоминаем, имеете полное право попросить показать удостоверение. — Совершенно верно. — Нагрудный знак. — Нагрудный знак зафиксировать. Можете это сфотографировать. — Обязательно можете. — Вот давайте сейчас про видеофотофиксацию сразу к этому перейдем, потому что в новом регламенте тоже есть некоторые особенности. Этому тоже уделялось внимание в публикации XMI. Я говорил о том, что якобы нельзя сейчас будет ни снимать, ни фотографировать, но вы вот сказали в начале нашей беседы, что это не так. Так, поясните, что произошло. — Никаких таких вот изменений нету больших, что нельзя фотографировать или снимать, тем более, что мы уже говорили о том, что все патрульные автомобили тоже оснащены фото-видеосъемкой, и у нас снимается как само правонарушение, так и разговор с правонарушителем. То есть это все тоже идет под съемку, под фото-видеофиксацию. Каких-то изменений в плане того, что инспекторы нельзя снимать. — Там напрямую где не прописаны, то есть штуки. — То есть этого изменения нет? — Нет. То есть все остается как прежде, можно, ведя камерой, пользоваться видеорегистратором? — Да, так же точно. — Ну и в регламенте, кажется, прописано, что сотрудник тоже должен предупредить о том, что ведется видеосъемка. — Это в обязательном порядке, что перед проведением любой административной процедуры, это и остановка транспортного средства, это и составление всех процессуальных документов, должен предупредить, что ведется видеозапись видеорегистратором, который установлен в патрульной автомашине. Давайте дальше пройдем по новшествам. У меня, кстати, вопрос возник, мне очень понравился. Насчет того, что автомобиль ДПС может быть замаскирован при помощи естественного рельефа, вместо так с ограниченной видимостью. То есть засады возвращаются? Ну, давайте перейдем к этой теме. Это я, да, один из материалов. Мне просто сформулировка очень нравится. Ну, есть вот тоже такая страшилка, что сейчас будут засады устраивать. Насколько это оправдано? Нет, никаких засад, конечно, устраивать никто не будет. То есть инспекторы, как несли, службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, так и будут их нести и на патрульных автомобилях, и не на раскрашенных, так скажем, автомобилях. Они имеют право нести службу, еще раз повторюсь, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. Конечно, если, допустим, местностью, рельефы местности предусмотрены какие-то повороты крутые, или там под горку спуск, или подъем, и автомобиль не виден, например, на расстоянии 100 метров, это, естественно, не специальные инспекторы ставят так автомобиль. Ставить в кусты и прятать специальный автомобиль, это тоже недопустимо. То есть естественные рельефы местности, они могут скрывать автомобиль, а так, чтобы прятаться, такого положения не вводится. А как проверить, собственно, кто проверяет, как наряд несет службу, в каких условиях? Нет, визуально, ну, смотрите, ответвление от дороги идет, да, допустим. Если они уехали там за 30 метров и машину где-то бросили, естественно, что это... Это нельзя делать, правда. Конечно. И убежали сами на трассу. А если, еще раз повторюсь, на трассе за поворотами или за, допустим, под горкой или за горкой, то это допустимо. Но водитель, в принципе, может также позвонить и спросить, насколько правомерная машина расположена. Безусловно. Потому что они скажут, что он как бы за поворотом, а он скажет, да не за поворотом, в общем-то тут кусты еще перед поворотом. Не смеют все форма, да, пожалуйста, фотографируйте, пишите, что вы не согласны. Дальше вся эта ситуация будет рассмотрена и будет принято какое-то процессуальное решение. Пора сделать нам небольшую рекламную паузу. Напомню, что мы беседуем о новом административном регламенте ГИБДД, который вступил в силу сегодня. Небольшая пауза и скоро вернемся. Уважаемые водители, продолжаем наш разговор. Добр 211-101, номер нашего телефона у нас в студии Мария Шилеева и Екатерина Гвоздева, представители регионального управления ГИБДД по Кировской области. Принимем еще звонок, да? Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый. У вас Евгений Завод нам редактор подсказывал. Да, да, да. Слушаем ваш вопрос. Вот сейчас прозвучало, что засады будут устраивать там, где концентрация дорожного транспорта, ну, происшествия, да? Но это опять же получится как отмазка, как на круга свои все возвращаться. Чем это будет определяться? Знаком соответствующим или чем-то еще? Что концентрация именно в данном участке? Или как у нас обычно, где дорога получше, там засада. Где кочки, там ее нет. Евгений, мы, видимо, нас невнимательно слушали. Мы не говорили как раз о том, что засады будут устраиваться. Мы говорим о том, что наряды ДПС несут свою службу в местах концентрации ДТП. Эти места концентрации у нас выделяются путем анализа. То есть ситуация анализируется на территории всей Кировской области отдельно по районам. Именно в те места и выставляются наряды ДПС. Там ведь обычно еще и знаки бывают, участок концентрации ДТП. Да, особенно на трассах. То есть они выставляют участок концентрации ДТП. И также точно в городе вы такие же знаки можете аншлаги увидеть. Так, у нас остается еще несколько важных изменений. О них тоже нужно сказать. Переходим, видимо, уже к электронному ОСАГО. Новая обязанность у водителей появилась. То есть теперь предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО и в регламенте. Раньше, если было только в федеральном законе об ОСАГО, теперь эта возможность предусмотрена и регламентом. И отдельно прописана обязанность водителей предъявлять сотруднику ДПС бумажный вариант электронного полиса. То есть он должен быть распечатан и предъявлен сотруднику ДПС. Но никаких-то дополнительных заверений-то этой копии не нужно распечатанной? В принципе, нет. Мы дополнительно проверяем через сайт российских автостраховщиков. Российский Союз автостраховщиков. Есть такой полис или нет по номеру транспортного средства. А каким образом все сотрудники ДПС оснащены какими-то гаджетами, что они могут в режиме онлайн выйти и посмотреть, действительно ли застрахован? Да, все патрульные автомобили у нас достаточно хорошо оснащены. Я просто ни разу не сталкивался еще с этим. Это предусмотрено все, конечно, быстро. Это сразу же все на месте происходит у них. Если, конечно, там связь хорошая. У нас либо по рации можно с дежурной частью связаться, дежурная часть тоже. Либо дежурный там уже у себя на месте проверяется. Хорошо. Ну что, у нас снова звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Я не по новому регламенту хотел спросить. Почему же это звоните? Осталась ли система набора определенного количества правонарушителей у сотрудников? Ну, к примеру, там... Я так понимаю, вы имеете в виду палочную систему? Да, да, палочную. Которая у нас давно уже не существует. Конечно, нет. Естественно, что оценка работы сотрудников ДПС производится по тому, сколько дорожно-транспортных происшествий произошло на участке, а вернее отсутствия их на маршруте патрулирования. То есть инспектор выходит на свой маршрут патрулирования, несет службу, его основная задача – контроль за дорожным движением и не допустить дорожно-транспортное происшествие. Палочной системы у нас нет. Вас как зовут, простите? Денис. Денис. А у вас есть основания полагать, что какой-то план существует у сотрудников? Ну, не знаю, но мне кажется, что до сих пор еще действует так негласно, скажем. Нет, такой системы у нас нет. Даже негласной. Ну вот вы получили ответ под сотрудников. Хорошо. Спасибо. Спасибо. В этом случае сотрудник ДПС обязан будет доставить, гражданина к месту нахождения транспортного средства. Обратно. Обратно. Обратно отвезти, да? Чтобы не положить, где взял. Да. А в каких случаях, поясните, пожалуйста, требуется доставление на ближайший пост ДПС либо учреждение? Ну, в принципе, в большинстве случаев у нас сотрудники ДПС, как правило, имеют алкотестеры. Алкотестеры. Но бывают, возникают ситуации, когда алкотестеры не работают, например, да? Ну, случилось так, что аккумулятор высадился. То бывает, что доставляют на ближайший пост. То есть по какому-то набору подозрений или как вот это происходит? Там по запаху или там просто не нравится ты мне? Пять признаков опьянения, да, это запах, неуверенная походка, речь и так далее. Речь, неадекватное поведение. То есть в этом случае это является основанием для освидетельствования алкотестерам, которые проводят сотрудник ДПС. В случае уже, если водитель отказывается от такого освидетельствования, ему предлагается медицинское освидетельствование в медицинском учреждении. Если там все чисто, то его обязаны привезти на место, где было остановлено. Да, и после медицинского освидетельствования тоже обязаны будут вернуть. Какое заботливое отношение к водителям. Я размышлял, почему именно такой пункт появился, что там были массовые случаи, когда бросали, и потом предполагаемые нетрезвые водители жалоба были. Как бы совершенно лишние жалобы ненужные. Хорошо, дальше проговорим. Далее, исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения. В принципе, данная норма введена и приведена в соответствие с законодательством, в частности, с кодексом об административных правонарушениях. То есть, это когда-то было давно, когда изымали водительское удостоверение. На месте. Да, на месте выдавали временное разрешение. Сейчас такой нормы уже в кодексе ее давно нету. Привели в соответствие с кодексом. То есть, сейчас в случае совершения административного правонарушения, наказанием за которое предусмотрено лишение специального права, водительское удостоверение не изымается. Только после решения суда, когда будет принято решение, что данный гражданин лишается права управления, появляется обязанность у этого лица сдать водительское удостоверение в подразделение госавтоинспекции. Либо написать заявление на его утерю. Только в этом случае начнет исчисляться срок лишения. У нас есть такие лица, которые с 2012-2013 года не сдали водительское удостоверение. Соответственно, срок лишения у них не начался. Не исчисляется. И будет исчисляться только с того момента, когда он придет и сдаст водительское удостоверение. Ну что, у нас еще один звонок. А где его на сегодня звонят? Алина, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Хотела бы уточнить кое-что не по регламенту, но вопрос меня очень интересует. Я была делительницей транспортного средства. Правда, недавнего времени у меня не было. Машина застрахована по оселу, туда вписан муж. Он имеет водительское удостоверение, ездит на машине. Вот. Тут я получила права. И надо ли мне страховать пасага с новой машины, меня вписывать в полис, если я являюсь владельцем этого транспортного средства? Но в полисе вы не вписаны, да? В полисе не вписаны, да. Как бы я нет, потому что права я только что получила. Ну, ответ очевиден. Обязательно вы должны быть вписаны в полисе. Вам нужно обязательно застраховать, потому что вы просто являетесь владельцем, но пока не можете управлять транспортным средством, не имеете права. В обязательном порядке. То есть, например, я если поеду, меня остановит инспектор, меня в полисе не будет, то есть у меня получается штраф. Да. Штраф 500 рублей там идет. 800? Нет, это когда совсем отсутствует страховка, 800 рублей. А когда, например, с нарушением полис, да, не вписан тот, кто управляет, либо срок полиса закончился, там штраф 500 рублей. Так что на всякий случай застрахуйтесь. Да, но это же не секрет, когда инспектор смотрит документы, смотрит полис, он сверяет, тот ли человек еще присутствует в полисе. Обязательно, обязательно. Так, все по регламенту мы прошли? В принципе, да. Все основные моменты. Не так и много, кстати. Не так и страшен регламент, как по нему написали. Еще раз давайте порекомендуем. Уважаемые водители, если вы интересуетесь подробнее узнать об этом регламенте, что там написано, да найдите его в интернете. Скачайте, посмотрите, уделите время, почитайте внимательно. Не будет бесполезной штукой. Конечно, обязательно. Итак, давайте еще новые правила все-таки сдачи. Экзаменов на правоуправление с 14 октября они вступили там? В большинстве случаев они у нас касаются, вернее, они у нас касаются двух моментов. Это правила регистрации транспортных средств и экзаменационной деятельности. Но большей частью они все-таки у нас каснулись экзаменационной деятельности. Первое, что нужно сказать, что приведен в соответствии с налоговым кодексом вопрос уплаты государственной пошлины. То есть теперь госпошлину необходимо оплачивать до подачи заявления на водительское удостоверение. То есть раньше как мы сдавали экзамены, потом платили, приходили, получали. Сейчас до начала всех процедур мы должны заплатить госпошлину. И неважно, сдадите вы экзамен, не сдадите экзамен, госпошлину вы заплатить должны. Госпошлина сейчас размер ставят? 2000 рублей. Да, если вы пользуетесь порталом госуслуг и оформляете все через госуслуги, напоминаю, что там скидка 30%, госпошлина будет 1600 рублей. То есть скидка достаточно хорошая. Далее, определен порядок взаимодействия должностных лиц, подразделений госавтоинспекции и многофункциональных центров. То есть если вы хотите получить водительское удостоверение, заменить водительское удостоверение не через госавтоинспекцию, а через МФЦ, здесь тоже определен порядок. И теперь установлен срок для МФЦ по выдаче водительских удостоверений не более 15 дней. То есть раньше такого срока у нас установлено не было. Жаркое обсуждение уже развернулось в интернете, что так долго, в ГИБДД это можно сделать быстрее на самом деле. Конечно, безусловно. Если вы приходите в госавтоинспекцию, это все делается в течение часа, это максимум. А если вы еще раз подаете через портал госуслуг, вы приходите в назначенное удобное для вас время и получаете вообще в течение 15 минут. Это сделано для того, в МФЦ, где, например, нет подразделений госавтоинспекции. То есть в дальних районах существует МФЦ, но нет отделений ГИБДД или регистрации. Для них, конечно, удобнее. Далее. Расширен перечень документов, которые заявитель может предоставить по собственной инициативе. Это, например, документы, подтверждающие изменение персональных данных за гранпаспорт. То есть сотрудники госавтоинспекции не требуют эти документы. Но если вы, например, меняли фамилию и не принесли никакой подтверждающий документ, сотрудники ГИБДД будут вынуждены посылать запросы. Это тоже идет время. Если вы все сразу же принесете, этот полный комплект, значит времени у вас уйдет меньше. Если вы получаете международные права, то у вас фамилия и имя должны быть написаны в соответствии с загранпаспортом. Вы приходите, приносите загранпаспорт, и уже кириллицы, вернее, латиницы, и все пишется так, как в соответствии с вашим загранпаспортом. Далее, в соответствии с опытом уже, который прошел у нас тут с начала апреля месяца, в течение года, скорректированы некоторые ряд упражнений. То есть у нас было на категорию А введено упражнение скоростное маневрирование. К сожалению, не на всех площадках укладывалось вот это все на автодромах, и поэтому ввели еще второе упражнение, которое длиной не 80 метров, и теперь может нормально умещаться на всех автодромах. Кроме того, регламентирован теперь прием экзаменов в зимнее время. Раньше требования к площадкам были таковы, чтобы не было на них покрытия снежного. Сейчас, если есть снежное покрытие, мы как раз относимся к тем регионам, где большая часть времени года у нас зима. Холодно у нас. Да, у нас холодно. То есть если есть снежный покров, то все упражнения испытательные должны быть обозначены дополнительными стойками и конусами, а поверхность площадки обработана противогололедными материалами. Кроме того, скорректированы основания для прекращения экзаменов на автодроме. Оценка «не сдал» выставляется в случае, например, падения с мотоцикла. Один раз упал, все… Но если на «А» сдает категорию. Категория «А» не сдал сразу же. Если водитель сбил разметочное оборудование три и более раза, наехал колесом на линию разметки, обозначающей границы испытательных упражнений. То есть вот эти жесткие основания, вот он наехал, все сразу прекращается экзамен? Если на полосу раздельную, то все сразу не сдал. Если сбил три раза и более, то тоже сразу же не сдал. Ну и падение с мотоцикла. Раньше этого не было. И последнее, наверное, то, что важно будет, что сейчас при сдаче на категорию «Б» при выполнении упражнения движения, маневрирования задним ходом и парковка и въезд с парковочного места установлено требование об однократности включения задней передачи. То есть вы двигаетесь… Нельзя так немножко сдал, потом вперед, потом еще сдал. Да, вперед-назад, вперед-назад так двигаться нельзя. Это категория «Б», повторюсь, потому что если вы сдаете на прицеп, на автобус и так далее, там разрешается это еще. Так что вот, я думаю, что все эти новшества направлены на то, чтобы все-таки водители у нас выходили уже более грамотные. И все экзамены и все госуслуги, которые предоставляют госавтоинспекции, они более удобные были бы. Ну, на протяжении последнего времени у нас так потихоньку все усложняется. Усложняется, конечно, условия учебы и сдачи. Ну, и с другой стороны, я знаю, статистика, опять-таки, российская, говорит о том, что ДТП по вине начинающих водителей у нас становится меньше. Есть ли такая статистика у нас по городу? И по городу, и по области. Вообще, в целом, хочу сказать, что на сегодняшний день, это почти 10 месяцев от 2017 года, на территории Кировской области у нас по всем основным показателям аварийности наблюдается снижение. То есть количество ДТП погибших, раненых, раненых детей, погибших детей, автомобильных аварий по вине нетрезвых водителей, все эти показатели снижаются. Проценты не такие большие, но все-таки мы наблюдаем. Единственное, что вызывает на сегодняшний день у нас тревогу, это, конечно, ситуация на территории города Кирова. К сожалению, каждая вторая авария в области, она происходит на территории города Кирова. Здесь аварийность по городу Кирова, она, к сожалению, немножко растет. Ну, и необходимо отметить, что среди основных видов нарушений, которые приводят к автомобильным авариям, это нарушение правил выезда, вернее, это выезд на полосу встречного движения и нарушение правил дорожного движения пешеходами. Будьте внимательны, пожалуйста, на дорогах. Завершаем мы на этом программу дневной разворот. На сегодня благодарим наших гостей Мария Шилеева и Екатерина Гвоздева. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Через 20 минут на культ походе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...